Здравствуйте, меня зовут Марк Зайславский, я сотрудник Ассоциации Фрукт. И я расскажу вам про то, какие есть инструменты для разработки приложений, как взаимодействовать с устройствами и как создать первое приложение. Я коротко пройдусь по тому, что нам предоставляет СДК, как можно отлаживать, какие есть инструменты, языки, фреймворки. Ну и мы посмотрим пару очень простых демок, как у себя локально настроить работу с устройством, как настроить на устройстве, вернее, где почитать, чтобы настроить на устройстве VNC. Это будет полезно для Хакатона. Наш практический опыт говорит, что если нет VNC, то демонстрация с устройством выглядит очень интересно. Требует средной ловкости. Ну, давайте начнем. В языке разработки поддерживаются три способа разработки. Это, ну, здесь немного некорректно написано, как бы чистый QML, то есть с минимумом C++, который допускает возможность использования JavaScript в каком-то виде. Мы можем его импудить, мы можем его прямо включать в код, поскольку QML с JavaScript очень хорошо совместим. Также мы можем ввести разработку на C++ и QML. То есть на QML у нас сделан юзер-интерфейс, на C++, собственно, бизнес-логика. И также возможна разработка на Python. Ну, про Python скажу отдельно, что вот я в своей презентации его затрагивать не буду, но про него есть хороший мануал, который объясняет, как можно его завести на селфиш, как можно на нем ввести разработку. Ну, вкратце, все не очень сложно, мы просто Python оборачиваем в QML и интерпретируем отдельно. То есть все равно наше приложение изначально это QML-приложение, в котором внутри работают участки кода на Python. Вот про использование JavaScript-а я говорил. QML с ним совместим. И там есть несколько интересных возможностей, про которые я тоже бы хотел рассказать. Во-первых, мы можем подключать сторонние JavaScript-модули, ну, с некоторыми оговорками. Причем мы можем их подключать как к QML, так мы можем их к QML подключать в JavaScript, так и в JavaScript мы можем уходить в JavaScript. Такую возможность нам предоставляет среда разработки. Ну, вот здесь можно видеть пример, как это выглядит. Выглядит достаточно просто. И как только вы подключаете свой QML-файл в JavaScript, он у вас виден так же, как будто это был другой QML-мод. Ну, из дополнительных возможностей есть так же, как я уже говорил, импорт JavaScript-а в JavaScript. И возможность такого немножко хитрого импорта. Мы можем сделать аналог разделяемой библиотеки с JavaScript-а. Вот есть такая директива, Pragma Library, которая позволяет исходник на JS считать, ну, таким налогом разделяемой библиотеки. То есть он будет импортирован для... только один раз, и затем все участки вашего кода, которые его импортируют, они будут использовать вот одно и такое биф-память. Это нужно для того, чтобы приложение было более производительным. Так же стандартные возможности расширяются и... почему слово property, которое позволяет использовать... ну, при импорте сделать эту переменную локально для каждого утверждения импорт. Ну, и еще вот пара слов про портирование существующих приложений на JavaScript-е. Официальная документация говорит примерно следующее, что портировать можно, но не всегда и с осторожностью, поскольку совместимость у QML и у JavaScript-а она высокая, но кое-каких PI в QML нет. Например, в QML нету DOM-деревание, нету KSS, нету ряда глобальных объектов вроде Windows, Document и так далее. То есть, ну, это скорее уже не к инструментам разработки, а вот к Hakatone. То есть вот есть такая возможность, и на Hakatone это, мне кажется, было бы полезно, но вот надо понимать, что просто взять, допустим, какой-нибудь фреймворк типа jQuery в тупую подключить, это вот не получится, к сожалению, потому что он на низком уровне будет несовместим, и скорее всего, что-то придется переписывать. То есть вот такой концептуальный инструмент разработки, есть технология, мы можем взять существующее JavaScript-приложение, немножко его переписать и использовать вместе с QML. Ну, это такая реманта. В основном же речь у нас пройдет про разработку на чистом QML файле с помощью selfish.os.sdk. Вот, наверное, всем желающим уже выдали флешки, на которых есть образ, есть файлы для установки SDK локально. С помощью них можно работу начать, и я вам рекомендую, пока я общие слова говорю, потихоньку загрузиться и либо установить, либо запустить у себя SDK. в самом образе там уже настроенная, готовая среда. Можно загрузиться, там будет в Ubuntu, где все зависимости есть. Она требует довольно мало ресурсов, может на достаточно медленном компьютере успешно работать. Сам SDK представляет собой ничто иначе как Qt-креатор, в который добавили инструменты для сборки под платформу Selfish и поддержку его API. Какие же инструменты добавили? Добавили, вот, упомянутую коллегами, виртуальную машину Merck, в которой находится MerckBuild Engine. То есть это виртуальная машина, в которой у вас вся сборка и компиляция происходит. И для того, чтобы вам начать разработку в SDK, перед тем, как вы соберетесь что-то запустить, что-то скомпилировать, для Selfish вы должны ее запустить. Помимо этого, вместе с SDK также идет в комплекте эмулятор, который представляет собой образ Selfish OS, собранный под архитектуру i386. В нем есть ряд ограничений, которые я и VSCO потом вам опишу. Они не очень страшные, но их надо иметь в виду, если вы намерены участвовать в выкатой. Также из того, что отличает SDK от обычного креатора, это Lips Selfish Shop, который предоставляет ряд служебных функций, необходимых для того, чтобы приложение правильно интегрировалось в платформу, чтобы правильно настроились пути и визуально тоже все было правильно. Ну и, наверное, четвертый момент, который стоит упомянуть, это то, что ваше приложение будет запаковано в RPM. И это в специфику тоже накладывает. О ней я расскажу, наверное, более подробно в своем следующем докладе. Сейчас я упомянул, что эмулятор, который идет в комплекте, у него архитектура i386. В то время как на устройствах, например, на устройствах, которые мне небездунно предложили коллеги из открытой мобильной платформы, там архитектура A. И для того, чтобы было удобно это все собирать, деплоить и так далее в рамках одной среды разработки, там вводится такое понятие, как комплект. То есть вы просто настраиваете сборку под какую-то из архитектур, и это вам позволяет самому руками не наставить. В демо я покажу, как это выглядит в RPM. Теперь давайте попробуем создать свой первый проект. Посмотрим, как устроен вот этот селфи 6DK, чем он отличается от креатора, и что там есть интересное. Я не загружался с образа, я установил себя локально из детей. Я думаю, что можно установить тоже практически на любую систему, с которым он совместил и очень низкие системные требования. На мою Ubuntu 14x4 он установился очень быстрый. Давайте его запустим. И посмотрим, что он нам покажет. с виду, в принципе, очень-очень похоже на обычный Qt Creator, но с большими дополнениями. Тут появилось несколько таких. Тут пока одна кнопка, но когда проект создадим, тут их будет больше. Что тут есть интересного? Что стоит самому почитать, посмотреть, если селфиш 6 вас заинтересует? Это примеры, которые проверены и работают на селфиш, два приложения. А также документация. Документация очень хорошая. В ней в виде учебников еще несколько примеров разобрано тоже для селфиш. Отдельно хочу сказать про пример StopPilt, который лично мне очень сильно помог продвинуться и разобраться. Так что тут уже есть хорошая справка. Я вам рекомендую ее посмотрите, почитайте. Она также затрагивает не только стандартные Qt-овские вещи, QML, но и платформенные особенности. То есть документация, если я не ошибаюсь, там затронута вопросу, как строить юрид. Но мы создадим пока свой какой-то hello world. Посмотрим, чего он будет составить. Чтобы создать приложение на селфиш 6, нужно сделать две очень простые вещи. Нужно нажать создать проект и выбрать приложение. Вот он тут всего один для селфиш 6. Назовем как-то. Марк, нужен комментарий по поводу того, где проекты могут располагаться. Они могут располагаться либо в домашней директории пользователя, либо в той директории, которая была указана при установке SDK. Это связано с тем, какие пути подхватывает MerBuild Engine при своем запуске. Он подхватывает ровно два пути для проекта. Домашняя директория пользователя и дополнительная директория. Если вы загрузили с флешек и хотите использовать SDK, установленное на флешке, то вам нужно проекты размещать в директории. Слэш опт, слэш селфиш ос, слэш воркспейс. Ну, на самом деле, у меня подхватилось уже в год. Ну, вот я не знаю, я отдельно не настраивал директорию OBS, но она у меня вот работает. Она потому, что внутри пользователя лежит. А, то есть внутри там. Все вложенные подхватывают сюда. Так, значит, еще раз, кто работает с флешек, загрузился, у вас есть директория слэш опт, слэш селфиш ос, слэш воркспейс. Вот все проекты надо создавать там. Спасибо, очень полезный комментарий. Я этого не знал. Ну, введем имя нашего приложения. У нас директория вложенная в домашнюю, поэтому нужно заработать. Вот, и пробуем его создать. Смотрим, о чем нас спросят. Нас спросят о том, какие комплекты мы хотим использовать. То есть, под какие архитектуры мы хотим собирать. На самом деле, потом их можно будет добавить, но здесь мы добавим сразу все. Здесь у нас есть сборка под продвольное устройство, ну, телефон, и под амулет. Поставим галочки и там, и там. Ну, здесь нас просят ввести какое-то описание, мы это пропустим. Спрашивают про визит. Здесь тоже нет. И проект у нас готов и создался. Вот. Выглядит, в принципе, очень похоже на обычный формуль проект, за исключением некоторых деталей. Из деталей тут есть вот папочка RPM, папка Translations и файл Desktop. Подробно все, что там, посмотрим. Начнем с Profile. Profile здесь очень похожий на то, какие они бывают в email и в Qt. Допустим, добавляется дополнительная настройка, это Selfish App Icons, где мы задаем разрешение для реклона нашего приложения. Во всем остальном, это точно такой же Profile, как и в Create. То есть здесь мы пишем, какие у нас в проекте файлы, как мы их будем собирать, как будет называться бинарник, какую-то конфигурационную информацию и так далее. Также здесь мы можем указать информацию про переводы. В данном случае здесь, по умолчанию, в пустом проекте уже есть перевод немецкий каких-то встроенных строчек. Я не знаю, почему, но он нет. В принципе, если вы будете вести разработку через Qt Creator, вам, скорее всего, очень мало придется взаимодействовать с Profile, возможно, даже никогда. Потому что сама среда туда автоматически новой записи добавляет. Созданный проект также содержит исходник на C++, который является оболочкой для нашего хороэмэля и выглядит тоже очень похоже на то, как аналогичные файлы устроены в обычный проект. То есть у нас просто функция main, и в ней мы создаем какой-то объект app. Но за исключением такого момента, что мы не используем, допустим, Q4 application или Qo application, а мы используем встроенный тип selfie-shark, который нужен для того, чтобы у нас предложение отобразилось корректно, визуально правильно, красиво и на тип. В остальном точно так же. Теперь посмотрим, какой PML у нас по умолчанию есть. Тут у нас две поддиректории. Одна называется Cover, а в ней находится так называемая обложка приложений. Ну вот, я быстренько покажу, что это такое. Подробнее вам, наверное, расскажет Илч Уилин в своем докладе. Вот у меня через VINC подключен телефон. И как раз та многозадачность, о которой коллеги столько много говорили, она заключается в том, что у нас несколько приложений, если запускаем, они работают одновременно. И для того, чтобы между ними переключаться, есть такая прекрасная вещь, как обложки. Они в себе включают не просто иконку приложения, а зачастую и какие-то контроллы для управления. В данном случае обложка – это как раз вот эти вот шестеренки. И файл PowerPage.com нам позволяет кастомизировать, насколько возможно, вот этот вид. Я не буду останавливаться на его содержимом. Вот каталог Pages содержит страницы вашего приложения. Ну, можно считать, что это то же самое, что экраны, примерно то же самое, что и он. Вот здесь вот на файлах такой мэри приводится все внутреннее устройство. Мы с вами, наверное, за одностраничное приложение сегодня не выйдем, но для демонстрации возможности платформы по умолчанию в приложении страниц две. Мы выйдем. Ну, ты выйдешь, а я вот буду как бы на одной. Если посмотреть код, видно тоже, что в принципе это очень похоже на самый обычный QML, который расширен дополнительными модулями, которые используются для того, чтобы приложение выглядело на кидом. Ну, например, используется компонент силика фликовый, компонент pulldown menu, который позволяет сделать нативный look and fill, то есть чтобы приложение ваше не отличалось от встроенных в операционную систему, ну, не отличалось, грубо говоря, в своем оформлении, в том, как с ним взаимодействовать. Эти модули содержатся в библиотеке Selfish Silica, о которой тоже подробно расскажет Кирилл Чувирин. Мы посмотрим дальше. Ну, вот папка RPM, о которой я говорил. В ней содержатся файлы, в которых заданы настройки для создания RPM-пакета, то есть той формы, в которой конечным пользователям будет поставляться ваше приложение. Ну, вот файлов два. Первое — это changes in, который представляет собой, ну, просто changelog, историю изменений. Версия, время изменений, что изменит. Второй файл — это мета-информация, которая используется уже для сборки пакета. Ну, вот, может быть, кто-нибудь когда-нибудь с RPM работал. Да, вот, нас не очень много, но я тогда расскажу для всех. RPM-пакеты, они собираются с помощью файлов формата SPAM. Но Selfish из детей. Все устроено так, что вам этот файл самому делать не нужно, но если вы хотите как-то повлиять на сборку RPM-пакета, то вы меняете файл YAML, из которого SPAC-файл потом будет сгенерирован. То есть вот, если этот файл появляется, вам его править не нужно, он автоматически генерируется. Но файл YAML вам поправить придется. Об этом я подробнее расскажу. Вкратце, в нем можно увидеть секции, в которых задаются зависимости приложения, зависимости сборки и зависимости времени выполнения. Также в нем настраиваются, какие файлы, куда копировать, как настроить пути и тому подобное. Ну, оказывается, лицензия и различные мета-информации. То есть как называется, описание, версия и так далее. Помимо папки RPM есть еще папка с переводами. Я про него рассказывать не буду. Там подход, в принципе, очень похожий на то, что есть в других мобильных платформах. Мы задаем строки в виде каких-то идентификаторов, либо оборачиваем их специальной функцией. Дальше, если нам нужно перевести все приложение, просто поставляем перевод. Ну, и последний файл, на котором я бы хотел заострить внимание, это cloudworld.1.dstop. Для тех, кто разрабатывал на Linux, наверное, это будет знакомый файл. Во многих системах, основных на ядре Linux, такой формат используется. Наверное, самый близкий аналог из мира Windows – это ярлыки. Если грубо говорить, это примерно то же самое, что и ярлыки, но плюс какая-то местная информация. То есть в нем есть информация о том, какую иконку использовать, к какой категориям относится, как она называется, к какой команде он устанавливает. Из таких файликов состоит базовое приложение, которое нам SDK автоматически генерирует. На самом деле тут много лишнего. Например, вторая страница, она не всегда нужна. Но мы пока это трогать не будем. Пока вернемся к презентации. Вот я хотел вам показать картинку. Тут более четко показано, в чем изменения состоят. То есть появляются такие четыре кнопочки, с которых угадывается логотип Sailfish. Они нам позволяют настроить работу виртуальной машины Merck и запустить эмулятор Sailfish. Давайте попробуем это сделать. Они у нас тоже есть. Чтобы начать работу, чтобы собрать приложение, нам необходимо сначала запустить Merck. Для этого мы нажимаем кнопку в идее клоготипа Sailfish, и у нас происходит запуск. Сама виртуальная машина запускается через VirtualBox, и мы с ней взаимодействуем через ее веб-интерфейс. По своему опыту могу сказать, что эти веб-интерфейсы не всегда работают очень быстро и не всегда они отзывчивые. Поэтому, если у вас что-то не получается, но можно вот это посмотреть на кнопке Sailfish Shares, то вы не переживайте, может быть, просто виртуальная машина немного подтормаживает. На этой вкладке мы можем увидеть страницу для управления виртуальной машиной Merck, то есть той машины, на которой будет происходить сборка. Все, что мы видим, это на самом деле просто такой веб-вью, который, грубо говоря, поднят веб-сервер на виртуальной машине сборки, и мы через веб-интерфейс это смотрим. Бывает такой баг иногда, что это все вью начинает тормозить, и если нужно все-таки с ним что-то сделать, то можно просто в браузе скопировать ссылку, и открытие будет ровно то же самое. Ну, что нам здесь предлагается? Нам предлагаются здесь три страницы. Это Targets, Updates и Harbor Tools. На странице Targets мы можем управлять комплектами сборки, настройками зависимости в них. То есть здесь у нас есть две цели для сборки. Это Selfish OS ARM и Selfish OS i4-176. ARM это, соответственно, для реального устройства, i4-176 это для эмулятора. Вот тут мы можем управлять их зависимостью. И если мы нажмем на менедж, то у нас не сразу, но откроется экран для поиска и установки новых зависимостей на вот цель, которая связана с реальным устройством. Для чего это необходимо? Поскольку платформа еще находится в стадии разработки и SDK тоже находится в разработке, то не всегда все работает сразу. Часто нужно доставить какие-то зависимости, чтобы ваше приложение корректно запустилось, но особенно это касается QML. То есть часть QML-плагинов, она по умолчанию не установлена, ну, например, на мое устройство не было установлено точно. И вам придется их установить вручную, либо прописать в настройках самого проекта. То есть вот здесь мы можем найти какие-то пакеты, установить их в саму виртуальную машину Mer для того, чтобы собрать приложение и оно уже с ними было слинковано. Ну, например, таким образом можем найти плагины Qt5, которые на самом деле не расширяют ее возможности, в них просто части Qt API отдельные вынесены. И не все API изначально поддерживаются, поэтому, скорее всего, что-то придется достать. Это можно сделать таким образом. Мы здесь поставим галочку, нажмем install, и у нас зависимость установится. И дальше мы сможем уже собирать и запускать приложение, в котором мы можем. Соответственно, вот на этой вкладке мы посмотрели, на вкладке updates мы можем обновлять SDK и смотреть, что есть нового в репозиториях. На вкладке hardware tools уже настройки связаны с публикацией вашего приложения, и я о них подробно расскажу. Ну, мы с вами ознакомились с тем, как устроено view для управления виртуальной машинами. И теперь попробуем в эмуляторе запустить наше первое приложение. Для этого мы нажмем на эту вкладку, выберем комплект Selfie 6s i4-1076, который у нас связан с эмулятором. Дальше вот здесь у нас есть вкладка устройства, в ней мы выберем эмулятор отдельно, и у нас появится снизу дополнительная кнопка, в которой мы можем эмулятор запустить. эмулятор тоже работает на виртуал-боксе. Не всегда тоже он очень быстрый, поэтому должен быть к этому готов. Подождем, пока он запустится. Пока он запускается, мы посмотрим на то, какие нам представляются способы запуска деплоев приложения. Мы можем в наше приложение собрать просто капитальники, скопировать их на устройство, и мы можем собрать rgm-пакет. Вот здесь вот есть две опции. Первая – это просто собрать rgm-пакет. Вторая – это собрать и задекуровать. По умолчанию включено все время первое, и кажется, что вот тут что-то не работает, то есть нет кнопки запустить. Это как бы нормально. Насколько я понял, это необходимо для того, чтобы приложение дальше... просто чтобы проверять то, как оно собирается. Соответственно, если вы хотите проверить, как оно уже в пакете, в rgm-пакете собранное, работает на вашем устройстве, вы просто выбираете deploy.srpm-package и нажимаете вот на ZOOP. Наш эмулятор вроде бы запустился. В эмуляторе мы видим, в принципе, почти то же самое, что и на реальном устройстве, с некоторыми ограничениями, о которых я тоже подробнее расскажу, и коллеги тоже их проиллюстрируют. Ну, мы готовы запустить. Нажимаем вот сюда, на запуск, и начинается сборка нашего приложения. Вот здесь на кнопке консоль сборки мы можем смотреть за тем, как происходит выполнение. Все шаги сюда пишутся. И если все будет успешно, то наше приложение запустится, и мы вот сможем уже в консоли, которая находится здесь, на экране вывод приложения, посмотреть, как оно пишет вкладочную информацию. Ну, мы видим, что приложение вроде бы что-то пишет, вроде бы собралось и вроде бы запустилось, и видим, что оно запустилось и на эмуляторе. Это стандартная заглушка для приложения, в которой две страницы. Мы везде все нажимаем, везде все работает. Это хорошо, на эмуляторе работает. Давайте теперь попробуем на устройстве. С устройством есть ряд чисто технических моментов. Самый первый момент – это его подключение. Ну, вот я вам сейчас покажу, что необходимо сделать на самом устройстве, чтобы на него можно было устанавливать приложение. Для начала необходимо активировать режим разработчика. Это вот я зашел в настройки самого приложения. Внизу есть такой пункт, как режим разработчика. Мы в него можем зайти. И, ну, у меня он уже включен. Нам, скорее всего, придется нажать на самый верхний местный навык чейпбокса. У нас активируется режим разработчика. В нем нам необходимо сделать следующее. Изначально взаимодействие с реальным устройством осуществляется через SSH. Для того, чтобы ваш установленный SDK знал, как ему попасть по SSH устройство, вам необходимо сгенерировать пароль. Мы вот можем нажать на кнопку заполнения, и у нас пароль изменится. Ниже мы увидим адреса нашего приложения в различных сетях. То есть можно его подключать через Wi-Fi и деплоить. Можно подключать через USB, но через USB у меня, к сожалению, завести не получилось. Может быть, коллегу можно будет потом еще проконсультировать. Это, в принципе, все настройки, которые нам необходимо сделать. То есть вот мы включили режим разработчика, сгенерировали пароль. Теперь хотим подключить наше устройство к SDK, чтобы мы могли деплоить. Для этого нам необходимо перейти в меню инструменты параметры. И перейти на вкладку устройства. Ну, вот здесь у меня уже какое-то устройство есть, но оно работать не будет, потому что там все неправильно. Там неправильный IP-адрес, там неправильный пароль. Поэтому я устройство просто создал. Мы нажимаем добавить. Необходимо выбрать VR-девайс. Дальше нас спросят, это эмулятор или физическое устройство. Ну, мы выберем физическое устройство. Вот, как бы тут небольшой комментарий нужен. По сути, мы можем добавить эмулятор, работающий где-то на удаленном компьютере. Если наш компьютер слишком слабый, мы можем его подключить через SSH и деплоить на удаленную машину. И это, мне кажется, очень удобно. Потому что даже на моем ноутбуке, который обычно работает не очень медленно, когда я запускаю и мер, и эмулятор, начинает в некоторых случаях подтормаживать. Особенно, если включен еще Chrome, почтовый клиент и так далее. Поэтому имейте в виду, что вот такая возможность есть. Включил момент — это Chrome. Да, Chrome, он как бы отдельная история, но тем не менее. То есть мы можем эмулятор подключить издалека. Выберем здесь Physical Device. Нас спросят о том, какой пароль. И о том, какой IP-адрес. Ну, вот мы сейчас его и перепишем. Я сразу говорю, что мои данные вы можете, конечно, переписать, но у вас не соединится, потому что у меня свой Wi-Fi. Возьмем IP-адрес из беспроводной сети. Мы данные ввели. Можем также, если это потребуется, указать любой порт, сменить тайну. Теперь нам необходимо, вот нас дальше даже не пускают, необходимо проверить, жив ли девайс. Мы должны проверить соединение с устройством. Нажимаем Test Connection и ждем. Нам говорит, что что-то нет. Попробуем сгенерировать другую порой. Параллельно просто в терминале проверим, есть ли у нас соединение вообще на сети с этим узлом. В принципе, если вам знакома работа с SSH, вы можете часть каких-то своих задач, если вам так удобно, делать тоже через терминал. Пользователь физического устройства это Nemo. Пароль. Ну, вот вы генерируете в режиме разработчиков. Есть также возможность получить ROOT в режиме разработчика. И, если я не ошибаюсь, это команда Deedal-RSU. Для каких-то задач это может быть полезно. Мы пытаемся подключиться и видим, что я не в этой сети. Поэтому пока подключиться не получится. Сейчас я переключусь на внутреннюю сеть и все равно заработает. Если кто-то хочет потренироваться на живом телефоне, у меня один есть. Где же вайс? А если что, повтори? Проверим, как бы дебайф-к подключиться на девайс. Марк, у тебя проводное соединение пенгуется? Проверим. Проверим. 2.15. Давай поднимем. Тогда мы можем использовать TNP-адрес из проводного соединения. При подключении в режиме разработчика устройство создает свою сеть через USB кабель. И у него там адрес всегда будет 2.15, если у него не изменится. 190-168-2.15. Мы видим, что уже практически соединилась. Осталось только решить проблему с паролью. Пошло соединение. Проверка пошла успешно. И мы можем идти дальше. Ну, про проводное соединение я хочу сказать отдельно, что оно работает с коробки. На моем MacBook все заработало сразу. Вот. Здесь мы можем ввести название нашего устройства. На этом, в принципе, настройка заканчивается. Также происходит еще одна проверка устройства. С того, как оно успешно завершено, мы можем наше устройство использовать для деплоя. Чтобы это сделать, нам необходимо открыть режим запуска. И в список устройств. Конечно, наше устройство не будет. Попробую спустить SD-кей. Стоить общее устройства не будет. Стоить вещества. Запустим еще раз SD-K. Только он сам закрылся, когда мы закрыли IDE. И теперь посмотрим, почему все-таки у нас нового устройства не добавилось. Пробуем удалить и добавить устройство замок. Стоять соединилась, успешно выполнилась. У нас появилось наше устройство. Дальше мы нажимаем ОК. И видим, что теперь оно у нас в списке устройств есть, куда мы можем произойти декой. Как только мы его выбрали, у нас сразу была кнопка для запуска эмулятора. Дальше мы должны выбрать правильный комплект и выбрать то, как мы будем запускать. Давайте выберем DEPLESS. Выбрали и попробуем спустить. Видим, что сборка началась. Ну и откроем сразу же VNC, чтобы посмотреть, как это все будет выглядеть на устройстве. Вот у нас открытые экраны приложения и видим, что появилось в нашем приложении оно запустилось. Выглядит оно, в принципе, почти так же, как и в мониторе. Работает тоже аналогичным образом. И мы можем увидеть его не только в развертом, но и в сторону в мире. То есть вот нам видно и его обложку. Нажав на которую мы можем снова в нашем приложении перейти и выводить. Таким вот простым образом, немножко помучившись с настройкой физического устройства, можно ваше приложение запускать либо на эмуляторе, либо на реальном устройстве. Дальше я предлагаю посмотреть на то, как какое-нибудь приложение можно в эмуляторе отлаживать. Для этого мы модифицируем наш пример. Небольшой намеренной ошибкой. К сожалению, явного инструмента для отладки QML я в возникне не нашел. То есть вот тот режим отладки, который здесь есть, он позволяет отлаживать C++ или нет? Позволяет отлаживать QML, по крайней мере честно бегать по QML коду даже. А, ну, значит, я отравился в ссылку. Но хотел я показать немножко другое. Поскольку QML язык скриптовый, то, ну, как видите. В общем, он очень похож на JavaScript, и как в JavaScript, там часть ошибок не приводит к фатальному падению чего бы то ни было. Ошибки просто сыпятся в консоль. Ну, вот просто как иллюстрацию я хотел показать, что если мы, допустим, создадим кнопку в нашем приложении, и добавим ей обработчик с каким-то ошибочным кодом, то эта ошибка у нас просто попадет в консоль и все. Больше о себе никак не персонализирует. Ну, для этого я добавил вот эту кнопку с одним обработчиком. В ней какой-то ошибочный код, и мы его попробуем запустить на устройстве. Можно сделать вот такую ошибку. Попробуем вызвать метод, который он имеет. Ну, мы видим, что само приложение запустилось нормально, и теперь мы попробуем вот на эту кнопку нажать. Ничего не происходит, но ошибка посыпалась в консоль. Ну, и здесь у нас идет указание уже на то место, где все. Ну, также доступен такой совсем, всем, кто имел дело с JavaScript стандартный инструмент отладки, как консоль. Он работает точно так же, и сообщения вам сыпятся в лог приложения. Ну, я не буду показывать, как он работает, он работает точно так же, как в JavaScript. То есть мы пишем console.log, сообщение, и оно появляется на экране вывода приложения. Последний вопрос, который я бы хотел осветить, это вот как демонстрировать приложение на хакатоне. Ну, наш опыт, как я уже сказал, показал, что надо об этом задумываться, задумываться заранее. Какое есть решение? Ну, решение на самом деле есть два. Первое решение самое такое простое, это просто как-то изловчиться с камерой ноутбука или с какой-то просто камерой, туда показывать телефон, показывать всем, как он аналогично в любую. Это не очень удобно. И, зная об этой проблеме, сообщество разработало альтернативу. Это WinC сервер, который работает на самом устройстве. Но его установка немножко нетривиальная, то есть он доступен в виде исходников, его необходимо собрать. Вот по этой ссылке можно увидеть инструкцию для этого, информацию про развертывание. По своему опыту могу сказать, что инструкция правильная, там практически все работает как и написано. Сам WinC сервер тоже работает. Вот я с его помощью вам демонстрирую то, что на устройстве у меня происходит. Из ограничений можно сказать, что он работает только при подключении через USB. И почему-то не все клиенты хотят работать с этим WinC сервером. У меня все заработало и RDC во встроенной ремине работать отказалось. А что он говорит? Он говорит, что соединяет сброшенный сервер. Так что есть такой инструмент, полезный в первую очередь для тех, кто планирует участвовать в Кокатоне. Поскольку в Кокатоне придется свои результаты как-то покрыться. И VNC, на мой взгляд, это самый лучший способ. Также я собрал несколько полезных ссылок на документацию, которые вам позволят все освещенные в моем докладе вопросы более подробно раскрыть. В принципе, на этом, наверное, и все.